Продолжаем изучение первого послания Коринфянам. Мы в двенадцатой главе. Уже третий, наверное, четвертый урок мы в одной главе. Мы не торопимся. Это интересная глава, в которой в первую очередь рассматривается тема духовных даров и различных служений в теле Христа, взаимосвязи между членами тела, как должны взаимодействовать члены тела и как использовать правильно дары Святого Духа. Мы в прошлый раз дошли до двадцать седьмого стиха. Первая Коринфянам, двенадцатая глава. Мы в прошлый раз закончили на двадцать седьмом, где апостол Павел как раз сравнивал использование даров или применение даров, как сравнивал с функцией разных членов тела в теле, разных органов, разных членов тела в одном теле. И он заключает в двадцать седьмом стихе, он в принципе и делает вывод. Вы – тело Христова, а порознь – члены. И отсюда, с двадцать восьмого мы прочитаем до конца главы и остановимся, некоторые моменты рассмотрим. Даже я с двадцать шестого начну. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христова, а порознь – члены». И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. После того, как Павел описал такие взаимоотношения разных членов в одном теле, все-таки и он и начал с того, в двенадцатом стихе он говорит, как тело одно, но имеет многие члены. И заканчивает этот абзац, этот отрывок той же самой мыслью. И вы тело Христово, а порознь члены. То есть, с одной стороны, каждый из нас индивидуальность, каждый из нас личность, каждый из нас представляет какую-то единицу в церкви, в народе Божьем, в теле Христовом. И это как бы отдельный какой-то орган в теле. Но орган сам по себе не может существовать. И он существует не сам для себя, он существует для того, чтобы телу приносить какую-то пользу, всему телу. То есть, Бог не создал отдельные члены ради самих себя. Он создал тело и в тело поместил разные члены, чтобы все члены заботились о теле. И вот эту картину рисует апостол Павел, чтобы нам дать понять, что если кто-то получает дары, это не для себя самого. Ты получаешь какой-то дар не для себя. Ты получаешь дар для служения телу, для служения твоим братьям и сестрам, для тех, кто рядом с тобой. И он говорит о взаимности. То есть, не может быть это в одном направлении только. Не могу, например, только я отдавать, 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 только я служить, служить, служить. Потому что я сам такой же член, я сам нуждаюсь, чтобы кто-то послужил и мне. И мы по-разному друг другу можем служить. Имея вот эти разные дарования, разные таланты, разные способности, разные возможности. Но в конце концов мы одно тело. И служа друг другу, мы создаем все необходимые условия. Служа друг другу, как раз мы и содействуем вот этому росту тела. Апостол Павел, помните, в послании к Ефесянам он говорит о взаимно скрепляющих связях, что при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. То есть, при действии в свою меру каждого члена. То есть, для того, чтобы тело росло, правильно развивалось, гармонично развивалось, нужно участие всех членов в определенной мере. То есть, это не усилие одного пастора, не усилие только одних дьяконов, например, или проповедника, или, не знаю, евангелиста. Это усилие, это работа каждого члена. И мы еще с самого начала читали, что в 7 стихе, когда говорит о дарах духовных, он говорит, каждому дается проявление Духа на пользу. То есть, нет оправдания, когда человек говорит, ну, вот я ни на что не годен, ни на что не способен. Во всяком случае, ты можешь за кого-то помолиться, если ты не можешь как-то финансово поучаствовать, не можешь физически куда-то поехать. У тебя есть время помолиться, склонить колени, помолиться за миссионера, за евангелиста, за служителя какого-то, за служение какое-то, за церковь. Это уже служение, это уже какой-то вклад. Чуть дальше, вот с 28 стиха он уже говорит больше о служении. Дары обязательно связаны со служением. То есть, мы уже говорили об этом. Если есть дар, он предназначен для того, чтобы служить. И вот служения, различные служения в церкви, они тоже как бы основаны на дарах. Служения возможны благодаря дарам. И вот он перечисляет некоторые служения в этом отрывке. Он говорит, иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Апостолы – это первые служители. То есть, это те, которые получили лично миссию от Христа. Лично некоторые из апостолов, мы знаем, физически общались с Иисусом. Первые двенадцать апостолов, три с половиной года общались с ним, ели вместе, ходили вместе, видели многие чудеса. Некоторые были свидетелями смерти и воскресения самого Христа. Потом, когда они даже избирали апостола вместо Иуды, помните, условие было, чтобы он был с нами со дня крещения Иоаннова и до воскресения, чтобы он был свидетелем воскресения также Иисуса Христа. Потом мы знаем, что Господь еще избрал несколько апостолов. Например, Павел говорит здесь в 15 главе 1 Коринфянам, он упоминает, например, говорит, что Христос явился к Кифе потом двенадцати, вот в пятом стихе, по воскресении своем, он явился к Кифе потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны им живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову также всем апостолам. То есть какое-то было еще явление Якову, то есть своему брату, брату по плоти, и всем апостолам. То есть, оказывается, кроме двенадцати еще упоминаются, уже упомянуты были двенадцать, теперь еще апостолы. Возможно, это кто-то из тех семидесяти, которых Господь избирал раньше. Но потом мы знаем, что еще Писание называет, например, Павел, апостол Павел, он позже стал апостолом, и, опять же, был призван лично Христом. Христос его лично призвал. Мы читаем, например, под определение апостол подходит, иногда попадает Варнава, Сила. Например, когда говорится, что Сила и Павел были в Филиппах, там упоминается, что апостол, называя и Павла, и Силу, называют апостолы во множественном числе. Перед этим Павла и Варнаву называют апостолы. То есть, и Варнава подпадает, получается, под эту категорию, и Сила. То есть, мы конкретно можем упомянуть несколько имен, которые были причислены к апостолам. И, может быть, есть другие, которых мы не знаем, они были апостолами. И вот, в принципе, я верю, что апостольское служение продолжается. В том смысле, как тогда апостолов уже нет, которые получают какие-то новые откровения от Иисуса. Тогда, на тот момент, допустим, апостолы получили те откровения, которые еще никто не имел. Но они уже передали нам, они уже записали, многие откровения записаны. Поэтому каких-то новых, если появится сегодня человек, который скажет, я апостол Иисуса Христа, и принесет какое-то новое учение, которое не стыкуется с библейским учением, с новозаветным учением, ты имеешь право сказать, я не верю, что ты апостол. А ты, почем ты докажешь, что ты апостол? То есть, не нужно вестись на то, что некоторые заявляют о себе, что они апостолы, но на самом деле таковыми не являются. То есть, я почему это останавливаю, потому что Павел здесь упоминает служение апостолов, что Бог, во-первых, поставил в церкви апостолами. Во второй главе Откровения, когда Христос обращается к Эфесской церкви, Он говорит, знаю твои дела, во втором стихе. Он говорит, знаю твои дела и труд твои, терпение твое, то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжицы. То есть, смотрите, Он даже хвалит, хвалит Эфесскую церковь, хвалит, что они испытали тех, кто называл себя апостолами. То есть, не просто поверили, а, апостол, о, хорошо, мы тебя признаем как апостол. Нет, можно и даже нужно испытывать апостолов. Если они не таковые, то до свидания. То есть, сверять есть, мы сейчас не будем сильно, может, углубляться, там, да, признаки апостола. Павел говорит о некоторых признаках апостолов, да, во втором Коринфянам. Он говорит, признаки апостола во мне там проявились такими-то, такими-то качествами и долготерпением, и чудесами, и знамениями, и так далее. И смирением, ну, то есть, и качества личные, личные качества характера, и дары, и помазания, да, или харизма-то, дары, которые сопровождают, подтверждают апостольское призвание. Ну, вот, Павел здесь называет, во-первых, Бог поставил апостола, во-вторых, пророков. Пророки мы тоже говорили, да, это не обязательно, что связано с прорицанием, будущего, хотя это тоже мы встречали, например, пророк Агаф, мы вспоминали, который предвозвестил голод по всей Римской империи, да, и он произошел, этот голод, который предвозвестил узы апостола Павла, помните, то есть это были, но пророки, они не только занимались тем, что, как бы, прорицали будущее, пророки, они несли служение, также служение проповеди Евангелия, то есть, кроме того, что, там, они говорили какие-то откровения, да, делились какими-то откровениями, передавали откровения, они передавали основную мысль, евангельскую мысль, да, о спасении, то есть, это, это тоже было очень важное служение, в-третьих, апостол Павел говорит, учителями, Бог поставил в церкви учителями, учителя одна из важнейших позиций в церкви, и если вы, ну, помните, когда Павел называет пять грани, да, пятигранное служение в послании кефесянам, он упоминает учителей сразу после пастырей, помните, он говорит, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя, то есть, ну, я не думаю, что Павел здесь, как бы, разделяет, да, вот, или дает два разных списка служений, по сути, это все, вот, входит в пятигранное служение, вот, то, что описано в послании кефесянам, четвертая глава, откройте, если хотите, быстренько мы просмотрим, он говорит там о пяти различных служениях, ну, или иногда пятигранное служение церкви, это апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя, что это Бог поставил именно этих служителей, эти позиции к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот эти служения, которые Бог предусмотрел в церкви, очень важны, каждая из них важна, и апостолы, и пророки, и евангелисты, и вот вроде упоминаются пастыри и учителя вместе, да, упоминаются. Это могут быть разные служения, может это исполнять даже один человек, да, может пастырь, например, он быть и пастырем, и учителем. Учитель не всегда может быть пастырем, да, но пастырь обычно это и учитель. Даже вот в требованиях к епископу, помните, в первом Тимофею, где апостол Павел говорит о епископе, что епископ должен быть учителем, там есть такое качество, учителем, да, то есть способен учить. Поэтому пастырь должен быть учителем, если это пастырь, он должен быть учителем. Но есть, могут быть учители, просто сами по себе учители. Например, апостол Павел одно время исполнял служение учителя. В Антиохийской церкви, в Деяниях апостола в 11 главе упоминается, что он и Варнава учили именно в Антиохийской церкви. Вот сейчас я прочитаю 25-26 стих в 11 главе Деяний. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и нашед его, привел его в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Мы привыкли Павла сразу ассоциировать с апостолом, что апостол Павел, но он долгое время был просто учителем. Ну, какое-то время просто даже был учеником. Потом он какое-то время исполнял служение учителя, и только потом в 13 главе Деяний Бог призывает его и Варнаву на апостольское служение. И с этого момента вот их называют апостолами. До этого Павел не был апостолом. Ну, он не был и Павлом, он был Савлом, да? Но он не был апостолом, он выполнял служение учителя. Мы видели это уже, кстати, градацию, да, когда, например, Филипп, который упоминается в 6 главе Деяний, упоминается как диакон, да, один из семи диаконов, которых избрали, которых посвятили, и которые выполняли там такое служение, обеспечение, да, о столах, пеклись о столах. Чуть-чуть позже мы читаем в 8 главе Филипп уже благовестник. Филипп уже несет Евангелие в Самарию. А в 21 главе конкретно Лука называет его Филипп благовестник, по-гречески евангелист. То есть некоторые служения, они или объединены, например, пастырь и учитель, да, это может быть один человек выполнять и то служение, и другое, и пастырское служение, и учительское служение. И, например, вот диакон может оказаться потом евангелистом, да, то есть может быть какое-то движение, или учитель может оказаться апостолом, как Павел. То есть все вот эти служения Павел здесь упоминает, но их всегда нужно, я думаю, нужно их сопоставлять вот с 4 главой Ефесяна. То есть то, что Павел здесь перечисляет апостолы, пророки, учители, это все состыковывается с 4 главой Ефесяна, где Павел говорит, кроме этого еще евангелистов упоминает и пастырей. И вот тут дальше он еще перечисляет. Иным дал силы чудодейственные. Перед этим упоминались дары, да, чудодейственные дары, ну или чудотворения. Дар чудотворения. Ну по-гречески здесь написано просто силы. Иным дали, иным дал силы. Тут просто написано венамис. Венамис. То есть проявление. Бог дает какую-то силу человеку. Это говорится о сверхъестественной какой-то силе. Также дары исцелений. Опять же, дары исцелений во множественном числе. Уже попадалась нам в начале главы попадалась такая же фраза, что Бог дает иному дары исцелений тем же духом. Дары исцелений во множественном числе. И потом еще говорится вспоможение, управление, разные языки. То есть еще упоминаются несколько даров и даже можно тоже их и состыковать и со служениями. Например, служение, ну исцеление, понятно, да? Там дары исцелений, соответственно, служение, исцеление. Вспоможение, например. Вот вспоможение это как раз то, чем занимались дьяконы, да? Согласны? То, чем занимались дьяконы вот в шестой главе Дьянь, чем они занимались? Им доверили заботиться о вдовах, заботиться, ну можно, мы бы сказали сегодня о малоимущих. То есть на тот момент вдовы были та категория людей, как бы социально незащищенные, можно так сказать, или малоимущие. То есть они, если уже старые, допустим, пожилые, допустим, женщины, они уже работать сами не могут. Пенсии на тот момент не было, пенсионного фонда, еще не было этого понятия, какой-то социальной помощи. Ну, допустим, у евреев там было, и даже в заповедях было о сироте, о вдове, о сироте, о вдове, о пришельце, отдельные были заповеди, да, заботиться. Ну и вот христианская церковь, она тоже как бы переняла этот хороший опыт, заботу о сиротах, вдовах и пришельцах. И о вдовах, видите, с самого начала апостолы заботились о вдовах. Вот шестая глава Деяний говорит о том, что изначально апостолы как бы исполняли эту функцию, то есть они, помните, люди приносили пожертвования, им написано, ложили у ног, клали у ног апостолов какие-то там деньги, да, когда продавались свои там дома, земли, приносили и ложили у ног апостолов. И апостолы распределяли вот эти финансы для того, чтобы закупать там, да, и помогать вот этим категориям людей, малоимущих. Но наступил момент, когда церковь умножила, когда церковь, ученики умножились, и они просто не успевали всех как бы удовлетворить всех, позаботиться о всех, и начался ропот там, помните, между, что якобы еврейские вдовицы были лучше обслуживаемые, чем эллинские, да, и из-за этого появилась как бы проблема, да, и из-за этого предложил, апостолы предложили избрать вот эти семь диаконов, которые бы взяли на себя эту функцию. Вот это как раз функция вспоможения, это служение вспоможения, то есть люди, определенные служители, они выявляют нужды членов церкви, и они же, ну, им, как бы, руководство церкви им обеспечивает средства, как эти нужды удовлетворить, да, то есть апостолам приносили деньги, апостолы отдавали эти деньги вот этим диаконам, диаконы там закупали, не знаю, продукты там, гигиенические предметы, да, как мы делаем сейчас, там, не знаю, что, закупали, и потом раздавали эту помощь вот этим вдовицам. То есть вот это служение вспоможения, да, вспоможения, то есть людям в нужде оказывается какая-то помощь, вспоможение. И еще я сейчас могу напомнить, ну, можно сейчас прочитать, или давайте вот пока мы говорим о вспоможении, посмотрите двенадцатую главу к римлянам, там тоже упоминается дар служения и дар еще раздавателей и благотворителей. Вот такие именно, да, служения интересные. В двенадцатой главе к римлянам я прочитаю несколько стихов с шестого стиха, с шестого по восьмой стихи. И как под данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении. То есть в принципе опять перечисляются некоторые служения, которые вспоминаются и в двенадцатой главе Корин, первого Коринфона. Смотрите, опять упоминается пророчество, да, пророческое служение, потом упоминается учительское служение и просто служение, вот дьякон, дьякония, служение, просто служение. То есть дьякония это какое-то служение, связанное с материальным обеспечением, с какой-то деятельностью, физической деятельностью. И тут же чуть дальше еще упоминается в восьмом стихе увещеватель ли, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, Начальник ли начальству и с усердием? Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Вот я тоже, раз мы говорим сегодня о служениях, да, вот я думаю, что стоит упомянуть и вот эти, и этот список тоже из 12 главы Кримена. Мы прочитали вспоможение, да, вот это можно отнести и к служению, диакония, диаконское служение. И отчасти это можно и сюда приписать и раздаватель, да, раздаватель ли раздавай в простоте. Вот смотрите, вот эти диаконы в Иерусалимской церкви, они как бы распределяли, да, вот эти помощь, эту материальную помощь, но ведь они не были даятели, да, они были раздаватели. Вот есть два разных, есть благотворитель, есть раздаватель, да, благотворитель это тот, кто приносит эти деньги к ногам апостолов, да, а раздаватель это вот как раз Филипп, там Никонор упоминается, Николай, там, Стефан и еще несколько человек. Это те, которые закупали, да, помощь и потом раздавали. То есть вот благотворитель, тот, кто благотворит, дает какие-то пожертвования, да, раздаватель это тот, кто их распределяет, раздает. И говорится еще как, с каким это отношением нужно делать, да, раздаватель, раздавай в простоте, благотворитель ли благотвори с радушием. И еще вот, и в том и в другом списке есть еще один дар или служение, в Первом Коринфянам он называется дары управления, управление, интересно, да, дары управления. А в послании к Римлянам говорится начальник ли начальству и с усердием. То есть оказывается вот управление это тоже дар. Ну есть, например, управление это навык, да, или по образованию человек может там учиться вот там на менеджера, да, менеджер это управляющий, да. Может получить какое-то образование, да, получить там диплом менеджера. То есть его учат управлять. Менеджер это тот, кто управляет. Опять же, управлять это не значит владеть. Понимаете, да, разницу? То есть ты можешь владеть, а можешь управлять. Можешь и владеть, и управлять одновременно. То есть ты, если ты чем-то обладаешь, ты этим же самым можешь управлять. Но, например, в церкви, да, опять же, вот те же раздаватели, или те же, ну, апостолы, например, вот для того, чтобы принять даже это решение в шестой главе Деяний, да. Представьте, вот на апостолов как бы бремя вот это ложится. Мало того, что они там в молитве пребывают, в проповеди слова пребывают. На них еще лежит вот эта ответственность распределять помощь, помогать вдовам. А церковь умножается, на них это бремя еще сильнее давит. Даже вот сама вот эта мысль, сама эта идея. Зачем нам это нести, это бремя? Есть же люди, которые могут справиться с этим замечательно, да. То есть это опять же мудрость от Бога приходит. То есть вот это дар управления. То есть, ага, давай мы вот эту ситуацию вообще отдадим, поручим кому-то другому. То есть мы вообще не будем к этому прикасаться. Мы просто вот нам приносят деньги, а мы будем давать, пусть они распределяют и уже сами там, пусть сами как бы управляют. Да, то есть дары вот эти управления. Сама способность даже распределить вот обязанности, это, кстати, очень хорошее качество. Вот, например, даже великие такие начальники, боссы, там, да, лидеры, они признают, что они не самые умные. Например, если босс в каком-то большом коллективе или какой-то серьезной организации, да, там, может быть, тысячная, многотысячная организация, много тысяч подчиненных у этого босса, да. Но многие вот эти вот великие лидеры, они признают, говорят, я не умнее вот этих людей, которые как бы в моем подчинении. Просто, ну, у меня есть способность их организовать и каждому поручить то, что он может выполнить. То есть и состыковать их функции, да, состыковать, что делает один и другой. То есть способность управлять это, когда ты понимаешь, как, куда ты человека можешь поставить, где он принесет больше всего пользы. Исходя из его талантов, способностей, да, там, образования и так далее. Но опять же, есть способность управлять, которую человек получает через образование, да, там, через обучение. А я верю, что есть сверхъестественный дар. То есть иногда ты вот, ну, просто от Бога это приходит, и Бог показывает, Бог тебя учит, как это делать. Хороший пример из Ветхого Завета, например, Гидеон тот же, да. Вот, смотрите, он там был себе каким-то колхозником, ну, я так грубо-грубо говорю, да, там, в селе в каком-то жил, прятался там в пещерах, выбивал это, выколачивал пшеницу, да. Да, там, считал себя незаметным, скромным, меньшим там в своем колене, да. И тут Бог его призывает на великое дело, чтобы спасти Израиль. Да, и Господь ему дает способность, как управлять, да. Он, тот, набрал армию, там, много тысяч, 30 тысяч человек, да. Бог говорит, много, отпускай, Он отпускает. 10 тысяч осталось, все равно много, отпускай. До 300, да, 300 человек осталось. То есть, опять же, Он управляет, но это не Его способность управлять. Это дар от Бога. То же самое Моисей, можно сказать, да, Он управлял многомиллионным народом. Но это не был, хотя Он учился в Египте, там, да, прошел там Харвард или Оксфорд, египетские, не знаю, мы университеты того времени в Египте, но оно все выветрилось, египетское воспитание выветрилось за 40 лет. То есть, Его Бог уже, Он университет другой прошел, университет Духа Святого уже в пустыне, когда овец спас. И вот эти дары от Бога, способность управлять, представьте. По некоторым подсчетам, 2-3 миллиона человек в народе, представьте. Вот надо было этим народом управлять. Иисус Навин тоже, тоже можно, да. Ну, много можно найти примеров, где именно... Аминь, тоже хороший пример, Соломон. Да, то есть, Он признает, я там юноша, да, я еще молод, мне не хватает мудрости, дай мне мудрости. То есть, это пришла мудрость от Бога, чтобы управлять вот этим великим, многочисленным народом. Поэтому я верю, что вот управление, да, дары управления, это тоже есть и сверхъестественные дары. То есть, это приходит. Иногда удивляешься, даже вот можно посмотреть на некоторые церкви, да, или на некоторые вот пробуждения. Там в основе этих пробуждений иногда были люди малограмотные, малообразованные. Но Бог через них действовал чудесным образом. Они поднимали там многотысячные движения, многотысячные церкви создавали, потому что вот именно этот дар был от Бога. И вот упоминаются дары вспоможения, исцеления и разные языки. Опять же, о разных языках можно говорить с разных сторон. Языки, например, которые были иностранные, да, но человек не изучал иностранный язык, да, но мог говорить, и кто-то понимал его. То есть, это один вариант. Другой, это когда разные языки, когда упоминается, допустим, молитва на языках, молитва на разных языках, человек иногда даже может молиться на иных языках, сам даже не понимая, о чём он молится. Но Павел говорит, что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. То есть, это говорится о определённом вот говорении, да, на языках, то есть, он говорит о молитве, конкретной молитве. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. То есть есть вот именно разные языки или молитва на языках, которая предназначена чисто для человека. Есть дары разных языков, которые предназначены для передачи, допустим, информации кому-то, иностранцу, который поймет этот язык. Такие случаи тоже, кстати, бывали и бывают. Поэтому тут немножко надо различать. Опять же, дары и служение. Есть, допустим, служение, использование разных языков для служения. Или когда, например, идет конкретная передача информации на том языке, на котором его понимает иностранец. Или когда даже идет на иных языках, но есть истолкователь, который передает, который толкует или переводит эти языки. Вот тогда есть смысл в этих тарах. Или когда человек говорит на языках, молится на языках, назидая самого себя. Но это не для публики, это уже не для окружающих, это для себя. То есть, вот эти три разных варианта языков. И дальше он задает некоторые вопросы. Все ли апостолы? И на все эти вопросы ответ нет. Напрашивается, да? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли чудо-учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. С другой стороны, все ли могли бы быть апостолами? Потенциально, да? Любого из нас Бог может взять, избрать и сказать, все, я тебя посылаю туда, ты помазанный апостол на конкретное служение, на конкретную миссию. Все ли пророки? Нет. Но все ли могут быть пророками? Любого из нас может избрать Бог, быть пророком? Да. Все ли там учителя? Нет, не все. Но Бог может избрать и любого сделать учителем, призвать к учительскому служению, дать дары определенные. Все ли чудотворцы? Нет. Но всем Бог любого может избрать на это. И так далее. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Но Бог может проявлять и использовать каждого, чтобы эти дары проявлялись. Все ли говорят языками? Опять же, не все имеют вот это вот служение именно на языках передать какую-то информацию. Но опять же, потенциально, да? Бог может дать этот дар иных языков для тебя самого. И в определенных ситуациях он может использовать это, найдя истолкование, найдя истолкователя. Или ты сам получишь истолкование и переведешь то, что ты сказал на языках, переведешь уже на понятном языке. И послание будет приравниваться к пророчеству. Все ли истолкователи? Не все. Но опять же, в каждом этот дар может проявиться. Бог может дать это кому угодно. То есть вот перечислены эти служения, перечислены опять же еще некоторые дары. И все это, Павел, опять же, сводит к тому, что тело одно, членов много тела одно. Все эти служения для одной цели, для созидания тела. Как и написано в Ефесянам, да? Когда вот эти все пятиграммные служения Павел когда перечисляет, он говорит, что все это Бог, Бог этих всех служителей, апостола, пророка, венгриста, пастырь и учителей поставил для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство, вера и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть вот она цель всех этих служений, всех этих даров. Для созидания тела Христова, для совершения святых. На дело служения. И последний стих, он говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И следующая глава говорит о любви. Ревнуйте о дарах больших. Я не знаю, вы когда-нибудь задумывались, о каких еще дарах можно ревновать? Оставлю этот вопрос, оставлю этот вопрос для размышления и продолжим в следующий раз.